Всем привет, друзья! Ну что ж, сегодня я вам расскажу, как открыть пункт выдачи Озон. И более того, я вам дам контакты менеджера, у которого можно будет узнать, с которым можно будет связаться, и либо вы попадаете в его регион, либо он вам даст контакты ответственного, кто отвечает за ваш регион. В общем, об этом во всем видео, а мы начинаем. На самом деле, чтобы открыть пункт выдачи Озон, надо совсем немножечко. А если быть точным, то это помещение 30 квадратных метров, небольшое отступление. За последние полгода у них три раза менялись условия открытия ПВЗ. И то, что сейчас написано на сайте, не обязательно будет совпадать с тем, что нужно. То есть на сайте сейчас написано 20 квадратных метров нужно. А если пишешь менеджеру, он пишет, что от 30 метров квадратных вам нужно будет помещение. Но, помимо этого, вам нужна будет первая линия, желательно рядом с какими-то высоко посещаемыми магазинами, типа Пятерочка, Семья и все прочие. Далее, строго первый этаж. То есть если у вас цокольный этаж, подвал, даже просто одна ступенечка вниз, вас уже не примут. То есть вам нужен строго первый этаж, либо максимум, вы себе можете позволить, это 5 ступенек вверх. 5, все, 5, не более того. Также они ввели довольно такую не очень крутую вещь. Это как две примерочные. Я вообще не уверен, что кто-то пользуется примерочными. Но, я думаю, со временем мое мнение поменяется. Но, опять же, одной достаточно. Но они хотят больше. То есть они, типа, переходят на формат Вайлбриса. Вайлбрис, а вообще любители засунуть этих примерочных у себя, там, чуть ли не 10 штук. Ладно, давайте пойдем дальше. Оформление ПВЗ в стиле Озон, в том числе и мебель. Да, вы теперь должны будете покрасить стены в синий цвет. Вывески Озон. Скажем так, Озон хочет, чтобы все пункты выдачи у них были в едином стиле. Поэтому они ввели такое новое требование. Отсутствие рекламных материалов, брендов и других транспортных компаний. Вообще, кого угодно в принципе. То есть, у вас есть Озон, и он хочет быть монополистом в вашем месте, вот на вашей территории. То есть у вас везде Озон, 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 Озон. Если вы повесите в боксбери, все, вас уже не откроют. Или если вы работаете и начать все это увидеть, вас просто закроют. Поэтому, как можно поступать? Вешайте в боксбери, то, что вы работаете с ними. И вообще с другими компаниями также вы вешаете. Отсылайте этот материал начальникам боксбери, они вас открывают. Дальше вы убираете эти рекламные материалы и просто получаете меньший доход. Но вы можете выдавать гораздо больше, ну, точнее, сотрудничать с более большим количеством партнеров. Это вот такой небольшой лайфхак, как это обойти. Также отсутствие другой деятельности в помещении ПВЗ. То есть если раньше вы могли открыть свой пункт выдачи в магазине, в цветах, вообще где угодно, то сейчас такого нельзя будет. То есть Озон хочет, чтобы конкретно вот вы зашли, сразу их пункт выдачи. Хотя очень странно, ведь Озон сейчас очень много пунктов выдачи открыл в помещении, где работает пятерочка. И вот как они вот это аргументируют сами? Ну, ладно, у них сеть, мы просто обычные маленькие пешки, поэтому должны, к сожалению, поддаваться. Далее, один из самых важных пунктов. Итак, теперь ваш пункт выдачи, как бы, это автология такая, ваш пункт выдачи должен работать 7 дней в неделю по 12 часов в день. Точнее, не менее 12. То есть вы его можете хоть 24 часа сделать, но не менее 12 часов. В принципе, это самый стандартный график для пункта выдачи, обязательно 7 дней. И 2 через 2 в нем работает один наемный работник. Ну, или вы сами. Все зависит от вас. Одно из, наверное, самых сложных, на мой взгляд, потому что я с этим сталкивался, может быть, у вас это было легче, это возможность размещения фасадной вывески. То есть это вы должны, если я правильно понял, вы должны согласовывать у себя на фасаде вывеску Озон. Согласование стоит порядка 15-18 тысяч. По крайней мере, это в Санкт-Петербурге, если заниматься этим не самому, а отдать в организацию, которая за вас это согласовывает. Собственно говоря, все, это вот то, как открыть теперь по выплатам. Озон, значит, обещает вам платить от 70 до 90 рублей в зависимости от того, какой пункт выдачи вы откроете. То есть точка роста это 70 рублей за выдачу. То есть при точке роста вы можете вот эти вот все вывески боксбери вешать, допустим, на какую-нибудь заднюю стенку, чтобы их не было видно. Да, это вот такое небольшое отступление. Но максимум бренда, когда вам платят 90 рублей за выдачу, вы уже ничего абсолютно вообще не имеете права вывешивать. Не знаю, кстати, насчет выдачи товаров. Будут ли вас штрафовать, если вдруг они придут и скажут, слушайте, а мы тут боксбери знаем, что вы открыли. Вот это я не знаю. В принципе, написано, что не должно быть только рекламных материалов. Получается, из-под полы выдавать мы можем. Как-то так. Собственно говоря, за возвраты, по-моему, они обещают платить по 25 рублей. Ну и все. То есть у Озона все довольно просто, довольно прозрачно. Также они работают и с НДСом, и без. Это для тех, кто хотел раньше совмещать. Ну или может сейчас будет совмещать. У вас там есть какой-то магазин или предприятие, и у вас есть юрлицо ООО, и вы там платите НДС. Озон с этим работает. Опять же, хочу заметить, что на данный момент, когда вы будете смотреть это видео, возможно, у них правила уже могут поменяться. Итак, я вам обещал дать контакты менеджера Озона. Я это сделаю. Но попрошу вас сделать для меня в ответку тоже небольшие действия. Смотрите, все очень просто. Вы берете это видео, нажимаете снизу кнопочку «Поделиться» и репостите в одну из любых сетей. То есть «Контакт», «Фейсбук», «Одноклассники». «Одноклассники». Нет, те люди уже не открывают бизнес. Но все же, делайте репост этого видео. Пишите мне ВКонтакте, типа, смотри, я сделал репост. Я смотрю, чтобы репост минимум находился у вас на стене 24 часа. И скину вам и телефон, и e-mail человека, который работает в Озоне, который ответит на все ваши вопросы. Согласитесь, для вас сделать репост – это ничего не стоит. А я для вас делаю огромную работу. Вот прям... Давайте будем помогать друг другу. То есть вы не будете за это платить никакие деньги. Мне уже пишут люди, предлагают, слушай, я тебе готов заплатить. Там, проконсультируй меня, сделай мне там, помоги. Ну, в общем, ребят, мне не надо платить. Мне надо платить. Пока не тот уровень у меня и все знания, которые есть, я отдаю вам бесплатно. Просто смотрите мои ролики, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И чтобы мой канал мог расти дальше, вот поэтому я и прошу вас сделать репост. Так что давайте не ленитесь. 24 часа, даже если он повисит у вас в ленте, вам от этого хуже не станет. Но зато вы получите контакты Озона. Я в свое время 3 месяца пытался их получить. Кто-то получает их быстрее, кто-то дольше. В общем, условия такие. Всем спасибо за просмотр и удачи в бизнесе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok